Открой глаза, Джеймс. Оглянись по сторонам и пойми, что ты вновь очутился в госпитале Брукхевен. Кошмарный сон не закончился, а мы продолжаем играть в Silent Hill 2. Большое спасибо, что заглянули на мой канал сегодня. Для новоприбывших скажу, что Silent Hill прохожу уже во второй раз для канала и на сей раз выбрала самый высокий уровень сложности. Однако он не доставляет мне столько неприятностей, сколько доставляет их техническая сторона игры. Однако сейчас более или менее вся критическая ситуация улажена, и я надеюсь, мы до финала дойдем более или менее адекватно. Итак, Джеймс, ты готов? Я надеюсь, что да. В первую очередь я хочу взглянуть на карту, чтобы хоть немного освежить свою память. Такой страшный и такой большой. Итак, мы исследовали практически всю больницу Брукхевен в поисках девочки по имени Лора. И даже оставили вот в этой вот самой палате, С-3, нашу спутницу, которую зовут Мария. Она почувствовала себя плохо и решила прилечь. Так что девушку мы волновать не будем. Пусть она себе отдыхает, но мы будем сражаться с кошмарными порождениями и чудищами города Silent Hill в одиночку. На сложном уровне, кстати... Ух ты ж, моя прелесть, как я по тебе скучала. На сложном уровне они еще умеют возрождаться на локации. Это очень-очень неприятно, учитывая, что патроны не бесконечные. Женщина-метропотник по тебе скучала тоже. Ух, вас здесь прямо куча мала. И, конечно, чудный саундтрек Акип Киро Ямаоко. Я не могу. Игры серии Silent Hill прекрасны. Практически все. Есть некоторые, которые не устраивают меня с некоторых сюжетных сторон. Но да ладно. Тут на стене что-то написано. Луиза, я буду заботиться о тебе вечно. Это моя судьба. Луизы мы здесь не наблюдаем, но какая-то удивительная коробка вся привязанная к кровати здесь валяется. И много на ней замков. Знать бы, как открыть эту коробку. Я правда не знаю. Я вообще не помню, как большую черную дуру у себя в голове создала. Так, ладно. Мы набирали огромное количество ключей, пока путешествовали по больнице. И я думаю, что какие-нибудь из них точно пригодятся и подойдут для этой самой коробульки. Давайте посмотрим. Джеймс, чего-то тебе не очень хорошо. Подлечим тебя. Ключ лазуритового глаза. В верхней части ключа выгравирован глаз. Радужная оболочка глаза сделана из лазурита. Абракадабра. Ну, надо же. Изредка в квестах, особенно старого образца, процесс тыканья играл самую важную роль. Ты тыкал всем, чем ни попадешь, что валяется у тебя в инвентаре, и рано или поздно находил правильное решение. Это, конечно, читерство, грубо если говорить. Но я сейчас другого выхода не вижу. Слишком забыла, что здесь делать и каким образом. Так, и вот насчет ключа пурпурный бык, это я помню точно. Но здесь можно еще догадаться по замочной скважине. И использовал ключ пурпурный бык. Вот насчет вот этих вот двух кодовых замков я не помню. Надо бы залезть в записки и почитать то, что у нас есть. Вполне возможно, какие-то коды мы уже находили. Памятник на болоте, Луиза, отпечаток на копирке. Вот вроде бы отпечаток на копирке, это как раз то, что нам нужно. Журнал доктора. Может быть и в журнале что-то есть. Первое место Тога. Это все у нас из города. Это немножко не то. Давайте посмотрим отпечаток на копирке. Так, как здесь это сделать? Управление, конечно, дикое. Я знаю ту тайну, которую я дам им. Кое-что, чтобы иметь дело с этим демоном. Убежище теперь бесполезно. Он мой инструмент. Он должен следовать моим распоряжениям. Да, коробка будет бесполезна. Теперь главное я должен не забыть это. Шесть, два, три, один. Это хорошо. Он теперь унизителен. Я тоже буду свободен. И он будет служить мне. Я гений, которого никто не сможет остановить. Меня можно остановить. Никто не может. Остановите меня. Может остановиться. Может остановиться. Нет, нет. Шесть, два, три, один. Проверим. Пока что это единственная у меня вариация для тыкания каких-то цифр. Джеймс лишних вопросов не задает. Так, шесть, два, три, один. Шесть, два, три, один. Угу, нет. Шесть, два, три, один. О, отлично. А вот насчет этого замка, по-моему, мы как раз-таки сейчас будем путешествовать за кодом. Вперед. Не помню, мы уже можем выбраться на крышу. Давайте проверим. Боже, как же ты меня напугали эти ноги. О чем я и говорила. Они имеют свойство вставать заново. Медсестры, спокойствие. Все лежим. Все отдыхаем на полу. Насчет концовок я уже говорила ранее. Никакую определенную я не выбирала. Марию единственное не буду трогать из-за того, что уже проходила на нее для канала, опять же. И не очень хочется в воде. По ясным причинам. Но если выпадет в воде, значит, так оно... Так тому и быть. Вот, что я хотела сказать. Кстати, сейчас мы найдем один дневник, который добавит очень большой плюс к самой-самой грустной концовке для Silent Hill 2. Но я хочу его прочитать, потому что он довольно многое нам может рассказать о самом Джеймсе. Вперед. На полу что-то лежит. Это дневник. Май. Девятое. Дождь. Смотрел в окно целый день. Здесь мирно, делать нечего. Мне до сих пор не разрешают выходить на улицу. Май. Десятое. Все еще идет дождь. Немного поговорил с доктором. Спасли бы они меня, если бы у меня не было семьи, которую нужно кормить. Я знаю, что я слаб и жалок. Не всем быть сильными. Май. Одиннадцатая. Опять дождь. Меня сегодня тошнит от лекарств. Если мне лучше только, когда я под влиянием лекарств, то кто я такой вообще? Май. Двенадцатая. Как обычно, дождь. Не хочу больше никому доставлять проблемы. Но я в любом случае это делаю. Действительно ли это такой уж большой грех бежать вместо того, чтобы драться? Некоторые люди могут сказать так, но они не живут так, как я. Возможно, это эгоистично, но это именно то, чего я хочу. Это слишком тяжело для меня. Слишком тяжело. Май. Тринадцатая. Дождя нет. Доктор сказал, что меня выпишут. Что мне нужно идти домой. Я знаю, что я слаб и жалок. Я. На этом дневник заканчивается. Больше никаких записей нет. Что здесь делает этот дневник? Так же, как и все здесь, Джеймс. Оно находится неспроста и, скорее всего, этого дневника даже не существует. Хотя, кто знает, кто знает. Собственно, мы только что прочитали дневник самоубийцы. Видимо, мужчина, у которого есть своя семья, но по каким-то причинам решил наложить на свою жизнь руки. Попал в больницу. Его пытались спасти и вытянуть при помощи лекарств, но он не мог. Он уже сдался. Он не мог больше существовать. Мы не знаем первопричин случившегося. Поэтому очень сложно рассуждать на эту тему. Я не то чтобы оправдывала самоубийцу, но, знаете, бывают в жизни какие-то дикие ситуации. Настолько дикие, что ты не можешь больше существовать. И поэтому очень сложно слушать всевозможные мнения со стороны более или менее устойчивых людей, более или менее счастливых людей. Вот даже если мы проходим по улице, а где-то там валяется грязный, отвратительный алкаш, весь в шах, плохо пахнущий и явно не в трезвом состоянии. Но можем ли мы быть на сто процентов уверены, что он сам довел себя до такого состояния, до такой ужасной, кошмарной жизни? Все относительно, все относительно. И очень часто иные люди влияют на твое существование. И поэтому, когда человек пытается закончить свою жизнь, закончить ее при помощи некоторых нехороших вещей, сложно, сложно выразить, наверное, свои мысли мне сейчас, но, собственно, пытаюсь донести до вас вот что. Нельзя критиковать некоторых за то, что они слабовольны. Изредка к этому слабоволию ведет очень и очень тернистая дорога. Познайте сначала суть проблемы, а после этого пытайтесь помочь. Или посоветовать что-либо. В любом случае, Джеймс сейчас прочитал не самый приятный дневник, очень печальный и очень грустный. И почесал себе затылок и решил сходить проверить, что же это у нас за дверь. Похоже, замок сломан, и кто-то идет к нам в гости. Кто бы это мог бы сделать? Спасибо, пирамид. Без тебя бы ни в коем случае не попало туда. Нашего бедного Джеймса вновь уронили. Уронили в какое местечко? В то, куда мы раньше не могли добраться. Комната специального ухода. Здесь, видимо, изолятор находится. И в этом изоляторе мы сейчас побываем. Что я хочу сделать? Подлечить Джеймсу, ведь не гоже с переломанными ребрами ходить. Так что несколько пузырьков Битнера облегчит нам жизнь. И добавит хорошее настроение. Так что давай, Джеймс, бодренько исследуем с тобой территорию. Да, дверь откроем. Похоже, замок сломан. Сломан, и что-то на стене. На стене что-то написано. Если Джозеф будет вести себя спокойно, то его можно вывести из камеры. Никого у нас здесь не наблюдается? Да уж, какой ужас, вы только представьте. Мягкие стены, изолятор. Метр на метр примерно. Ты как в большом кошмарном гробу. И лишь маленькая-маленькая окошко. Может тебя связывать с реальностью. Тут на стене что-то написано. Ну, Джозеф и я, ну, уже совсем шарики за ролики заехали. Крути, 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 крути. Цифры лучше их не забывать. Чтоб не забывать, я написал их на стене. Это мое секретное имя. Джозеф, видимо, еще сам себя вскрыл и написал это. Итак, мне нужна ручка. Или хоть карандаш какой-нибудь. И как назло, ни черта нету под руками. Я забываюсь, что когда садишься за Саленхилл, все-таки нужны хоть какие-то бумажки. Так. У нас какая-то загогулина в виде, возможно, или девятки, или семерки. Тройка, четверка и шестерка. Хотя, может быть, и пятерка. Если играете на нормальном уровне сложности, то с цифрами все будет несколько попроще. Там вроде бы они самым обычным образом написаны в на стене. Но здесь вот надо напрячь извилину. Немножко так напрячь. Их, там, сердце моего наваляется на полу. Если кто-то подумал, что я оправдываю, опять же, самоубийца, это совсем не так. Я хочу, чтобы вы просто задумались, что могло человека к такому привести. И чтобы вы задумывались, что, может быть, некоторые ваши поступки могут мотивировать людей на то, чтобы завершить свою жизнь. Будьте более лояльны к окружающим. Будьте более добрыми и отзывчивыми. Ну, а мы с Джеймсом идем открывать коробку. Так, знак вопроса. Ну, буду предполагать, что это все-таки цифра 9. 9, 3, 3, 4 и 6. Нет, это все-таки не девятка. Это, может, семерка. Это была семерка. Окей. Внутри коробки ничего нет. Хотя нет, я ошибся. Внутри лежит прядь волос. Забираем прядь волос и идем в душевую. Если вы помните, там было какое-то странное отверстие, измазанное зеленой жидкостью. Именно при помощи этих самых волос... Господи, эта мертвая женщина меня напугала. И кое-какого крючка... Или иголки, загнутые булавки вроде бы. Мы сможем сделать небольшую удочку и достать что-то, что там лежит. Отверстие слишком маленькое, я не могу просунуть руку, чтобы достать. Возможно, если бы у меня было что-нибудь тонкое и длинное. Джеймс, мы теперь имеем и тонкое, и длинное. Поэтому давайте заниматься совмещением. Кстати, ненавижу этот момент. Помню, когда я играла в первый раз, я здесь зависла надолго. Я не понимала, каким образом это все объединяется. Довольно такой допотопный, топорный момент. Когда для того, чтобы объединить несколько вещей, необходимо снова вернуться в меню, прокрутить и объединить их, и уже потом вместе использовать. Сложно объяснило, но я думаю, вы сейчас это все визуально наблюдали. Джеймс, ты великий рыболов. Или ключи лов. Я взял ключ от лифта. Ммм, совсем скоро мы дойдем до одного очень мерзкого момента. Но прежде чем будет этот момент, мы еще с вами успеем побороть босса. Надеюсь, что в этой серии. Поехали на первый этаж. Спасибо сигнализации от машины, которая орет под окном. Итак, это первый этаж госпиталя. На нем мы не были банальны из-за того, что дверь в данное крыло была закрыта. Здесь есть всего лишь четыре палаты. В две из них, по-моему, мы сможем зайти, в две нет. И совсем-совсем скоро мы встретимся с одной очень-очень небольшой неприятностью. Никогда, кстати, на этом уровне сложности его не убивало. Не знаю, как оно пойдет. Ну, точнее, один раз убивало. Найдены патроны для дробовика. Отлично. Что ты еще наблюдаешь, Джеймс? Для пистолета. И больше, вроде бы, здесь ничего нет. А вот и Лора. Лора? Ха? Ты знаешь мой имя? Эдди мне сказали. Эта большая, блядь-блевая. Как ты знаешь о Мэри? Что это? Почему ты просто не можешь мне сказать? Ты знаешь, что я не могу сказать? Нет, я не могу. Я был знаком с Мэри. Мы встретились в хоспитале. Это было в последний год. Ты лошадь! Лора, я... Хорошо, не верю мне. Сколько не смотрю. Всегда поражаюсь. И нефотографичности происходящего. Почему я не могу сказать? Это насколько талантливо сделано. Лора, заметьте, у нас тоже ключи собирала. На месте Джеймса 350 раз бы подумала, чтобы заходить. Да, в заднем. Учитывая, что несколько раз нам эта девчонка уже жизнь подпортила. Что ты делаешь, Лора? Это далеко назад, на доске. Лора! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ла-ла-ла-ла-ла, лютый кошмар. Итак, ребята, у нас босс, и он довольно неприятный. Как вы заметили, это два мертвеца, которые мирно свисают с потолка и своими чудесными ножками могут нас душить. Все, что я могу сказать, берем в руки дробовик и бежим. Бежим куда-нибудь в угол, чтобы... Джеймс, бежать значит... Бежать значит бежать. Они еще на сложном уровне очень долго убиваются. Почему я знаю? Потому что я уже до определенного момента игру проходила. Но, к сожалению, она у меня окончательно крашнулась. Поэтому случилась великая беда. Сейчас мне приходится испытывать это все вновь. Не скажу, что я чудовищно рада появлению этих товарищей. Ай-яй-яй-яй, ноги-ноги-ноги-ноги. Вы заметили, что Лора, в принципе, была довольно спокойна Она хотела проучить Джеймса И если вы знаете правду, собственно, происходящего во втором Сайлент-Хиле То, ну, Лора можно даже и не считать злодейкой Мерзобакостной Нет-нет-нет, она поступила просто как Немножко обиженный ребенок Хотела проучить Джеймса Однако, однако, меня все-таки охватили своими пяточками Товарищ, товарищ, опустите меня вниз Молю, прошу Так-так-так-так-так-так-так-так-так Срочно глотаем что-нибудь таблеточное Ммм, аптечка, валерьянка для успокоения нервов Ай, забыл перезарядиться, я безмозглая Я... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Джеймс, давай Так, один скрючил лапки Я думаю, вы это видите Не самым я нормальным образом Решила перезарядиться На нормальном уровне сложности Этих чупакабр две штуки А вот на сложном, к сожалению, их трое Сейчас один из них вылезет Все? Вон-вон-вон, видите, полез Давай, Джеймс И этот будет самый жирный Я не знаю почему, но он у меня убивался 150 миллиардов тысяч лет То есть приходилось даже пистолетными патронами атаковать Не знаю, получится ли Сейчас мне... Ха-ха, промокнулся Давай-давай-давай-давай А, нет-нет-нет Джеймс 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 Странно, нас как будто бы отвезли на каталке Но никакой каталки здесь не наблюдается Лишь какое-то странное помещение С пожухлой травой и дождем Что идет Однако это странное помещение называется сад Тоже мне сад Отличный сад для прогулок Мы попали в кошмарную версию Госпиталя Брукхевен Он не настолько кошмарен, как, например, в третьей части Но все равно доставит много-много неудобств Не много неудобств Он доставит мне, наверное, боль И когда уже я захочу сама вскрыться Из-за того, что здесь произойдет Но обо всем по порядку Я думаю, что Продолжим в следующей серии А сейчас я хочу с вами попрощаться И, конечно, ставьте большую пальцу вверх Если вам данное прохождение нравится Я думаю, что в ближайшее время Сконцентрируемся именно На прохождении Silent Hill 2 для канала Мне очень алкается в нее играть И я безумно соскучилась по Джеймсу Надеюсь, Джеймс, ты по мне тоже Что ж, ребята Всем пока-пока Субтитры делал DimaTorzok